Ни для кого уже не секрет то, что правильное питание это еще и вкусное питание. И вы, наверное, удивитесь, но этот шоколадный десерт не содержит в себе ни сахара, ни глютена. Итак, давайте приготовим его. Возьмем 3 банана, если они у вас маленькие, возьмите 4, хорошенько его измельчите. Теперь сюда нужно добавить 2 яйца и 3 столовых ложки сметаны. Ах да, забыла сказать, что в это время у нас растапливается сливочное масло. 100 грамм. Добавляем соль, ванилин и растопленное сливочное масло. Теперь все тщательно перебиваем блендером и будем добавлять сухие ингредиенты. 50 грамм рисовой муки, 50 грамм кукурузного крахмала и 50 грамм какао-порошка. Конечно, если вы не против пшеничной муки, то рисовую муку можно всегда заменить пшеничной. И уже в конце замеса добавляем немного соды. Все опять тщательно перебиваем блендером. Теперь можно это тесто разлить по формочкам. Посмотрите, оно должно быть вот такой вот консистенции, как сметана. Я выбрала маленькие формочки. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут. Все. Теперь вы можете их доставать, остудить и сделать какое-либо украшение. Можно посыпать сахарной пудрой, можно сделать сливочный крем, можно взбитые сливки. Это же все зависит от вашего вкуса. Украшайте ягодами, фруктами, все, что вам нравится. Можно полить медом или присыпать сахарной пудрой. Можно использовать сахарозаменители. В этом деле уже вы можете фантазировать. Приятного аппетита! Попробуйте приготовить такой десерт. Не пожалеете! Субтитры создавал DimaTorzok